Утро в этой теплице начинается с распустившихся роз. За колючими красавицами в селе Турбат Казгурского района ухаживает семья у Мирзаковых. Цветоводством они занялись еще 22 года назад. За каждым цветком семья ухаживает словно за единственным ребенком. Мы выращиваем особый сорт – черная магия. Розы привезли из Голландии еще 17 лет назад. Эту теплицу я построил на свои средства. Тут мы стараемся поддерживать определенную температуру. Для быстрого роста цветов здесь всегда должно быть тепло и влажно. Площадь теплицы составляет 15 соток. В год цветоводы срезают до 15-20 тысяч роз. Всего за пару дней крохотный бутончик становится прекрасным бордовым цветком. Сегодня их отправят на цветочные рынки Шимкента, Алматы, Кокшетау и Астаны, как один из главных атрибутов Международного женского дня. К 8 марта цветоводы вырастили 6 тысяч роз. Черная магия считается коммерческим сортом, потому как не требует особого ухода. А после срезки они могут продержаться в Азии почти половину месяца. Стоят бордовые красавицы от 100 до 250 тенге. Традиционно на праздники они уверенно лидируют по количеству продаж, приковывая взоры. Правда, выяснилось, что ароматный бизнес не получает поддержки от государства. Многие фермеры предпочитают заниматься выращиванием огурцов и помидоров, потому что их государство субсидирует. А вот те, кто занимается выращиванием цветов, поддержку от государства не получают. В Южном Казахстане цветочные теплицы составляют почти 7 гектаров. Из них полтора гектара находятся в Казгурте. Спасибо.